Школьные принадлежности, продукты питания, бытовая химия. То, что многим кажется обычным и доступным для семей с очень низким уровнем дохода, часто непосильные траты. Наталья Хорошилова – мама семерых детей, в их числе сложный ребенок-инвалид. Женщина признается, если бы не добрые люди, неизвестно, как бы справилась. Очень благодарна отзывчивым предпринимателям и куратору их семьи из Центра социального обслуживания. Как-то так стрясет. От счастья, от возбуждения, не знаю. Ну, трудно объяснить. Переполняет. Четверо по лавкам и у Алексея Безруцкого. Отец воспитывает детей в одиночку. Мать бросила семью полтора года назад. Два мальчика и две девочки полностью на его попечении. Помогать некому. Однако мир не без добрых людей. И сегодня в семье маленький праздник. Дети радуются обновкам и школьным принадлежностям больше, чем игрушкам. Помогают. Спасибо им большое, что не оставляют в ситуации трудной такой. Очень помогают. Спасибо вот этому центру. Все эти наборы для детей приобрела одна из местных коммерческих компаний. Кроме того, помогают и просто простые жители города-курорта. Ведь для того, чтобы совершать добрые поступки, важно иметь в первую очередь желание. Если мы умеем зарабатывать, значит мы умеем и делиться. Это дорогого стоит. Нам очень хочется помогать людям. Мы пообещали деткам, что мы их не бросим. Мы будем к первому сентябрю купим им форму, как и говорили. Портфели купили, начинку сделали. А дальше купим им форму, чтобы они смогли полноценно пойти в школу. Особое внимание в этой акции мы уделяем многодетным семьям. И сегодня мы приехали именно в такие семьи, для того, чтобы передать помощь по подготовке детей к школе родителям этих детей. Нас ждали. Мы готовились к этой акции. Акция продлится до 15 сентября. Желающие принять участие в проекте и оказать посильную помощь могут обратиться по адресу. Анапа, улица Советская, дом 134А. Руслан Душевский, Анапа. Регион.